Решается судьба страны, и она решается не на улице, а так, как должно быть в цивилизованном государстве, на избирательных участках. Должна быть конкуренция, но какая это конкуренция? Конкуренция патриотов, я это так называю. Мы все-таки на заре партийного строительства находимся, партиям еще надо доказать свою состоятельность, свою нужность, не словами, а делами. Я думаю, что при любом исходе президентских выборов в США, кризис самой модели внутри Соединенных Штатов Америки, он усилится, слишком много там противоречий. Открою секрет, ничего страшного, думаю, в этом нету. Когда была встреча с президентом лидеров партии, президент сказал о том, что попытки и диалог со стороны Запада постоянно ведется с Белоруссией. Выходят и на президента, и на правительство, и на парламент, подтверждут их депутаты. Субъектность Украины, ее тоже нет, поэтому будут ли там выборы или нет, решает не Киев. И тем более, к сожалению, не украинский народ. Решает Белый дом. Как раз-таки кто не хочет войны в Европе, это мы. Нам война в Европе не нужна, мы тут живем. В отличие от американцев, которые живут за океаном. Олег Сергеевич, рад приветствовать вас. Добрый, добрый день. Впереди 24-й год, и стала известна дата, очень важная для вас, да и для нас, для всех. Дата выборов в парламент. К чему, на ваш взгляд, должно быть готово белорусское общество? Крайне важная дата. Я хочу объяснить, мы впервые в истории страны избираем депутатов всех уровней. От райсовета, парламент потом. Так называемый единый день голосования. Единый день голосования. Парламент, нижняя палата, потом формируем верхнюю палату, и формируется Всебелорусское народное собрание. Представляете, мы избираем людей, которые 5 лет будут во многом определять курс страны, и что с ней будет. Более того, кто-то мне скажет, вот у депутата райсовета полномочия небольшие. Слушайте, все может повернуться по-разному. То есть, ключевые какие-то исторические моменты для страны, поверьте, этих полномочий будет достаточно для того, чтобы либо спасти страну, либо ее разрушить. Поэтому крайне важно, кто придет и в райсовет, и в горсовет, и в облсовет. Вспомните историю СССР. Верховный совет. Помните? Три дня страну разрушили. А говорили там, полномочий у кого-то мало. Непонятно, что генсек решает, кто еще что решает. Три дня. Поэтому очень важно, кто будет избран, кого люди изберут, кого они поделят. Причем на всех уровнях. Абсолютно на всех уровнях. То есть, нету там каких-то незначимых должностей. 5 лет. Раньше мы избирали на 4 года, и у нас выборы были в разные годы. То есть, мы избрали, например, парламент, через пару лет избираем местный совет. Потом президентские выборы. Сейчас у нас 24-й год парламентская кампания, и фактически страна вступит в президентскую кампанию сразу после выборов. Потому что выборы президента в 25-м году. Поэтому это очень важный исторический момент с учетом обновленной конституции. Ведь мы не знаем, как еще все будет работать. Мы впервые это делаем. Мы приняли в парламенте необходимые законопроекты для того, чтобы все соответствовало конституции. Но все равно мы можем только гадать, как будет все работать. То есть, все равно будет какой-то этап притирки. Как будет вот это все функционировать, как это будет делаться. Очень важно, что мы не ломали систему, когда конституцию меняли. То есть, в принципе, мы уверены, что все будет хорошо. Но все равно крайне важно, кого изберут люди. Это очень важный день, поэтому люди должны к этому относиться очень серьезно. Вся страна должна к этому относиться серьезно. не только политические партии, не только общественные организации, не только участники политического процесса. Решается судьба страны. И она решается не на улице, а так, как должно быть в цивилизованном государстве, на избирательных участках. Поэтому я думаю, что этот день войдет в историю Беларуси. Он уже вошел, как только президент назначил дату выборов своим указом. Партии заиграют по-другому, я так понимаю, после этих выборов особенно. Вообще, к партийному строительству в Беларуси очень так осторожно на протяжении новейшей истории всегда подходили. Очень трепетно, если хотите. Очень взвешенно. И вот недавняя встреча с лидерами четырех партий, главы государства, это о чем говорит? Что вот вырисовалась наконец у нас такая более-менее стабильная, с каким-то прицелом на будущее система, в том числе и партийного устройства страны? Сама встреча с президентом страны, лидеров четырех партий, которые три прошли перерегистрацию, одна новая зарегистрирована на Беларусь, это историческое событие для политической системы страны. Никогда такого не было. Никогда. И когда я выступал, все лидеры партии имели возможность впервые, президент слушает, выступает, говорит, и это очень ответственно. Каждое слово надо продумывать. Лидер страны встречается. Почему раньше таких встреч не было? И почему партийную систему не развивали? Вот иногда я же слышу такие разговоры, а почему только сейчас занялись? Да нет, занимались и раньше. Беда в партиях была. Партии постоянно предавали. 1994 год, я президенту об этом говорил, я помню первые президентские выборы. Лидеры партии, тогда весь народ был с Лукашенко, лидеры партии не поддержали президента. Народ поддержал, а лидеры партии поддерживали номенклатуру. То есть они глаз народа не услышали. 1996 год, 1995, кризис власти, Верховный Совет. Слушайте, сколько тогда фракций было там? Я помню, даже старую партию коммунистов, которая ликвидирована партией, это не те коммунисты, которые сейчас, патриоты, предали президента. Весь Верховный Совет практически, если брать партии именно. Опять предательство. Дальше идем. Недавние события. И это при поддержке народа. А народ в это время поддерживает президента. То есть партии делеги от народа. То есть партии не отражают средства народа. Полностью не отражают. Берем 20-й год. Совсем недавние события. Начнем с того, а какие партии вообще участвовали в президентских компаниях? Ну, участвовала либерально-демократическая партия, коммунисты поддержали президента. Прозападная партия, несуществующая на бумаге на это регистрация показала, выдвинула там кандидата, который для галочки был. А остальные где были? Я скажу так. Кто-то на улице или поддерживал тех, кто на улице, а кто-то в кустах. Вы представляете? Решается судьба страны. Партия эта должна быть на виду. Постоянно лидер должен выступать. А их нет. Вообще нет. Зачем такие партии? Что сейчас произошло? Ведь перед президентской встречей произошло очень много событий других. Первое, это изменение в Конституцию. Потом закон о политических партиях, закон о гражданском обществе. Мы моделировать стали политическую систему. Мы же не сказали только партии. Мы ввели понятие гражданского общества, где имеется в виду и крупнейшие общественные организации, такие как Союз женщин, профсоюзы, БРСМ. Это стотысячные организации, которые больше ста тысяч членов и партии. То есть президент поступил очень демократически. Не будем скрывать, что он очень много внес в эту Конституцию своих идей. Он не отказался ни от одного политического инструмента. Нет партии, нет общественных организаций, нет прямого участия граждан, вообще без посредников. Сегодня в выборах могут участвовать любой гражданин, собирай тысячу подписей, выдвигайся от трудового коллектива иди на выборы. То есть все механизмы есть. Это о чем говорит? Это шаг к народовластию еще один. В нашем понимании без западных указок, без их стандартов, но это шаг к народовластию. С другой стороны это укрепление политической системы, потому что сегодня мы вводим в выборы больше дискуссий, больше конкуренции. Это очень хорошо. Страшно, когда нет конкуренции, страшно, когда все одного мнения. это тоже застой, это тоже крах в дальнейшем страны. Мы помним тоже события и в нашем недалеком прошлом, и в других странах. То есть должна быть конкуренция, но какая это конкуренция? Конкуренция патриотов, я это так называю. Вот это очень правильно. Поэтому встреча с президентом это уже вершина, и историческая вершина, потому что, повторюсь, лидер страны впервые встретился с лидерами партий, которые зарегистрированы. Тем самым это показывает только одно. Это реальные субъекты сейчас политики в стране. Лидеры партии имеют возможность и партии влиять на ситуацию в стране. Их будут слушать, но и ответственность большая. Надо доказать партиям еще, мы все-таки на заре партийного строительства находимся, партиям еще надо доказать свою состоятельность, свою нужность, не словами, а делами. Об этом, кстати, президент на встрече говорил. Те партии, которые стоят у этих истоков, они сегодня уже в полной мере отражают всю палитру взглядов нашего общества? В общем и целом да, потому что об этом шла речь, кстати, тоже на встрече с президентом. Отличия партий, программы, позиционирования, потому что у нас люди разные, у нас не бывает семьи даже с одним мнением, теща одного мнения, жена другого, муж третьего, то есть, ну это одна семья, и разные социальные у нас слои, разные, значит, профессии у людей, то есть, кому-то ближе развитие предпринимательства, несмотря на то, что он патриот, вот наша партия там очень тесно работает с предпринимателями, поддерживает, кому-то ближе там работать сельской местности, они там будут упор делать, все партии будут стараться работать везде, но какой-то определенный процент людей больше будет поддерживать одну партию и меньше другую, и более того, вот охват всех граждан наших, этот процесс, я думаю, на выборах пойдет семимильными шагами, почему? Сейчас пройдут партийные съезды, все партии определяются, с чем они идут на выборы, предъявят это людям, и вот там мы увидим отличие этих партий, кто-то выступает за это, кто-то за то, кто-то будет отстаивать в программе одни пункты, кто-то другие, у кого-то идеология коммунистическая, у кого-то другая, но при этом есть и объединяющий фактор, мы специально это сделали, когда модернизировали политическую систему, это конституция, которая над всеми нами стоит, все белорусское собрание, которое определяет курс страны, это правильно, это глупо будет, весь народ, например, чтобы не было того, что я рассказывал, в 96-м году, в 94-м, в 20-м, вся страна решила, народ проголосовал, что двуязыщая в стране, как партия может выступать против этого, там, вся страна приняла новые силы, мы живем под ними уже сколько лет, флаг, герб, гордимся, сколько людей похоронили, которые подвиги совершили под этим флагом, и кто-то выйдет, скажет, флаг поменять, язык убрать, от союза с Россией отказаться, страну перевернуть, здравоохранение бесплатное не надо, там, обучение не надо, таких партий нам не надо, но при этом это не значит, что партии будут одинаковые, у нас уже споры идут, по многим вопросам, а где эти споры должны быть, помните 20-й год, улицы, кто-то ж по эмоциям пошел, поверил политиканам, все споры должны быть в парламенте, на выборах, а решаться споры должны в избирательных кабинках, люди проголосовали, это их выбор, будь, пожалуйста, обязан соблюдать то, что сказали люди, то же самое в парламенте, мы будем спорить, сейчас спорим, потом голосование, за что проголосовали, то и основа, но при этом, в чем демократичность процесса, вот поправки разные в закон, вот я горжусь, что мы отработали уже 4 года в парламенте, многие инициативы нашей партии, они реализованы, и других партий, и общественных организаций, и трудовых коллективов, это и есть народовластие, это и есть процесс участия граждан в управлении страной, то, что записано в нашей Конституции. Ну, раз уж начались темы выборов, продолжим, только уже о выборах поговорим не у нас, но тоже об очень важных, но вот сейчас весь мир следит за предвыборными какими-то перипетиями в Соединенных Штатах. Конечно, предвыборная кампания в США, она влияет на весь мир, то есть ситуация на Ближнем Востоке, тоже предвыборная кампания, война, которая разразилась между Палестиной и Израилем, это во многом выборы в США, нужны победы. На Украине ничего не получится, ну, сектор газа может получиться зачистить. Никто же не говорит, что это будет пирова победа и ненависть мусульман на десятки лет, что потом теракты, экстремизм, что все не закончится, даже если стереть с лица земли сектор газа, то, что сейчас происходит. Об этом не надо говорить, выборы об этом потом будут говорить и думать, что делать с этим. поэтому безусловно влияет. Но вы правы в том, что фасад, то есть республиканцы, демократы, Америка учит всех выборам, демократии, а новых лиц у них нет. Мы все время говорим о новых лицах. Но там старые лица, Буш, старые буквально в смысле слова. Младшие, средние, какие там уже Буш есть. Опять Кеннеди, опять Кеннеди. Мы же говорим, что у нас бы, например, внук Сталина сказали бы недемократично, почему он идет. У них это нормально. То есть, вот Кеннеди опять знаменитая политическая фамилия. Опять те же лица с того же истемплишмента, значит, та же верхушка, те же корпорации. И один случайный человек, как называют, Трамп, который является миллиардером и одним из самых богатых людей Америки. И он является случайным человеком. И эти люди учат нас демократии. Прямого избирательного права нет. Фактически, несмотря на наличие многих партий в США, участвуют две. Никто просто так с улицы дальше идет. Сенатором не станет. Никто президентом не станет, если ты не прошел огромный политический путь. Покажите мне кто-то, чтобы с улицы баллотировался на президентских выборах. Это только они у нас хотят, чтобы так было. Проснулся, выпил, пошел на выборы. Вот захочу, захочу участвовать. Кто-то для того, чтобы уголовной ответственности избежать, бизнесмен. кто-то после того, как уволили его с госслужбы, чтобы о себе напомнить и поквитаться, как это было у нас в 2020 году. Некоторые чиновники экс захотели пойти на выборы, что победить? Нет. Поквитаться, напомнить о себе и что-то получить от этих выборов. Деньги, либо должность, либо еще что-то. Поиграться. Зачем нам такое в Беларуси? Зачем такая политика нужна? Светоч демократии свято бдит, чтобы у них в стране такого никогда не было. Поэтому, что касается политики в отношении нас, то выборы могут изменить одно. Никогда США не будет проводить дружелюбную политику в отношении нас в ближайшие годы. Они могут просто вектор своих устремлений повернуть в другую сторону. Но задача у них геополитическая, что у республиканцев, что у демократов стоит одна. Европу не отпускать. А мы тоже Европа. И Беларусь, и Россия. Тоже часть Европы. Без нас никуда. Для этого надо, чтобы было побольше войн. Украинский конфликт, задача в победу никто никогда не верил максимально продлить. Кто бы не пришел к власти, продлить. Или заморозить так, чтобы в любой момент могло вспыхнуть, как Палестина и Израиль. Ведь этот конфликт могли давным-давно решить. Но это невыгодно. Лучше заморозить. Придет время, как сейчас, воюйте. То же самое Россия и Украина. Их задача будет сейчас заморозить это так, чтобы в любой момент полыхнуло опять. Россия, как я понимаю, задача другая. Сделать так, чтобы больше никогда не полыхало. В интересах Беларуси, чтобы был мир. Но, естественно, мы бы хотели такой вариант, чтобы никогда больше не полыхало. Поэтому мы тоже на это смотрим. Зачем нам замороженные конфликты? Какой-либо вариант исхода выборов в Соединенных Штатах подразумевает, чтобы тот самый финал, чтобы никогда не полыхало, либо нет, в принципе? Ну, я скептик в этом вопросе. Конечно, для нас больше выгоден Трамп, но не потому, что он будет проводить политику в поддержку Беларуси или России. Он бизнесмен. Бизнесмен считает деньги и смотрит с точки зрения выгодной. Но Трамп больше бизнесмен. Он реальный сектор экономики. Он занимался сам бизнесом. Многие американские политики воруют деньги или сидят на зарплате у каких-то корпораций. Это немножко другое. Но, опять же, не надо ждать, что... Вы помните, когда Трампа избирали первый раз, все ждали каких-то чудес. Думали, что сейчас что-то поменяется глобально. А что глобально поменялось за время президентства Трампа? Было много красивых заявлений, было много выступлений, но Трамп не сломал американскую систему. Она, кстати, очень сильная. Есть глубинное государство в США. Есть вот этот фасад красивый, а есть глубинное государство. Он не сломал глубинное государство, не сломает его и сейчас. Я думаю, что при любом исходе президентских выборов в США кризис самой модели внутри Соединенных Штатов Америки, он усилится. Слишком много там противоречий. К чему приведет этот кризис? Здесь несколько вариантов. Первый, это больший воин, потому что Соединенные Штаты всегда решали свои внутренние проблемы за счет того, что вспыхивало во всем мире. Они это поддерживали, игрались. Одних поддерживают, других напечатали доллары, сколько надо, вкинули. Вот там сейчас все спорят, дадут Украине деньги или не дадут. Дадут. Мало или много, но дадут. Напечатают и дадут, для того, чтобы война продолжалась. Может быть, не в тех объемах, которые кто-то ждет, но помощь продолжится до тех пор, пока американцы видят, что можно этот конфликт продолжать и выкачивать для себя свои интересы в Европу. Это ослаблять Европейский Союз, это убивать дальше европейскую экономику и пытаться как-то выйти на переговорный процесс напрямую с Россией, а он будет, на более выгодных для себя условиях. Переговоры все равно будут. Наш президент очень мудрый человек, про это постоянно говорит, обращаясь к украинской элите, к этой элите тяжело уже называть. Ребята, все будет решаться уже без вас. Вы потеряли свой шанс, когда вот здесь в Минске шли переговоры с нашей помощью между украинской властью и Россией и можно было за три дня все решить. Сегодня судьба будет решаться без вас, но переговоры будут. Просто американцам хочется их проводить на более выгодных для себя условиях. И для этого они заварили кашу на Ближнем Востоке, для этого сейчас будет война в Африке, только война будет не такая, как кто-то думает, что войска войдут. Нет, смена режимов, гражданская война, все, что сейчас там началось, и поддержка одних других, а дальше смотреть, что из этого выйдет. Чтобы вспыхнуло все. Чем больше полыхает, тем больше оружия продается, тем больше долларов можно печатать, все укрепляется, и так можно решать какие-то внутренние проблемы у себя в стране. Второй вариант, второй вариант, это все-таки, чтобы американцы больше занялись внутренними проблемами своими, то, что хочет народ. Ведь сейчас люди, вот мы смотрим, у Байдена самый низкий рейтинг за все время его президентства, потому что рассказывать людям постоянно сказки, мы там где-то боремся за демократию, а после событий Палестина и Израиль верить в борьбу за демократию очень тяжело, когда погибают тысячи детей и женщин. И президент Палестины уже записал заявление, видео, обращение к Байдену, где он просто просит пощадите детей, пощадите женщин. Люди же это все видят. И люди спрашивают, когда займетесь нами, что нет бедности, нет внутренних проблем, нет экономических проблем, а социальных проблем, а преступность. Преступность, сейчас бич Америки, преступность. Детей боятся отпускать одних во многих штатах. То есть это же не я придумал, это пишут серьезные американские аналитики. Поэтому сегодня в Америке есть запрос на то, чтобы пришел лидер, который бы решал внутренние проблемы. Но нам ждать здесь не надо никаких чудес от выборов чьих-то. Мы должны быть сильными. У нас путь один. Сильными всегда будут говорить. Посмотрите, Россия, как себя повела и мы. Россия долго хотела, чтобы с ними вели диалог. Письма направляли, дипломатические миссии прекрасно работали. Но на Западе почему-то решили, что Россия не заслуживает этого разговора, что ее можно поломать, силой поломать. Поэтому стали готовить войну на Украине. Ну, по поводу нас решили точно так же, как гораздо раньше. Конечно, гораздо раньше. А сейчас что происходит дальше? То есть ломали, ломали, не получилось. Россия показала силу. Сейчас все западные аналитики говорят, нет, военным путем Россию победить не получится, надо что-то делать. Что говорят про Беларусь? 20-й год, мы ее задушим санкциями, мы ее сможем взорвать изнутри терактами. Прошло 3 года, сегодня конец 23-го года, санкции не сработали, терроризм, экстремист, жесткая борьба, бескомпромиссная, силовые структуры справляются на сегодня и будут справляться. Что происходит сейчас? Попытка вести с нами диалог. Но мы будем уже вести диалог только по-другому, только на равных, только с учетом национальных интересов. Открою секрет, ничего страшного, думаю, в этом нету. Когда была встреча с президентом лидеров партии, президент сказал о том, что попытки и диалог со стороны Запада постоянно ведется с Беларусью. Выходят и на президента, и на правительство, и на парламент, подтвержу, как депутат. Почему? Потому что прекрасно понимают, что все равно альтернативы этому нет. Все равно придется договариваться. Европа сильной без Беларуси и России никогда не будет. Но мы теперь и раньше отстаивали национальный интерес, а теперь еще жестче. После того, что произошло, никаких фондов больше здесь западных не будет, никаких уступок в вопросах вмешательства в беларусскую политику и раньше ее не было. Но иногда мы позволяли немного поиграть. Больше игр не будет. Никаких пятых колонн в Беларуси больше не будет. В России, кстати, идут по нашему пути. А диалог продолжится. Только теперь этот диалог будет, вот он и раньше был с наших национальных интересов, а теперь эти национальные интересы мы будем отставить еще жестче. С учетом выводов, как сказал президент, из того, что произошло. Сказки мы и раньше не верили, а сейчас еще больше не верим. Ну, тогда еще об одних выборах, которые тоже, как говорится, на носу. Уже об Украине говорили много, но и там ведь тоже вроде как должны быть. Вот, на ваш взгляд, состоятся ли они в принципе, нужны ли они там? Ну, вопрос, изменят что-то, не изменят, это, наверное, вопрос, ну, вообще неуместный. Я начну с того, что с 14-го года на Украине ни разу не было честных демократических выборов, то есть с момента госпереворота про выборы можно было уже забыть, их не было. Почему их не было? То есть формально они были, но политические силы, которые хоть рот открывали про что-нибудь другое, например, про нормальные отношения с Россией и Белоруссией, их душили, репрессировали, сажали, а потом и убивали. Это все было. А чем все закончилось, посмотрите на партию Медведчука, что с ней сделали, что сделали с Медведчуком и сколько погибло там людей, убили, просто убили за политическую позицию. То есть первый тезис, выборов там нет. Второе, субъектность Украины, ее тоже нет, поэтому будут ли там выборы или нет, решает не Киев и тем более, к сожалению, не украинский народ. Решает Белый дом. Вот тут вопрос такой, нужны им сейчас выборы или нет? Они не нужны им, почему? Потому что какая разница это кто будет сидеть в Киеве в доме правительства и выполнять указания США. А для чего они могут быть нужны? Для того, чтобы списать неудачи на кого-то. Кто провалил контрнаступление? Зеленский. Кто провалил борьбу с Россией? Не могут же американцы признать, что... Что это они проиграли. Мы проиграли Россию. То есть, они жнали, что Россию они военным путем не победят, но сказать людям об этом нельзя. Надо на кого-то все свалить. Ну, конечно, на Зеленского, конечно, на его окружение. И поставить вместо него такого же. Ну, повылазили все. Арестович уже собрался на президентские выборы, уже где-то там бегает по Соединенным Штатам Америки, ролики записывает. Болтун, но кто-то, что у него хочет сделать ставку. Готовится и такой сценарий. Он тоже возможен. Но будут ли там выборы или нет, подчеркну, решают США, но не Зеленские. В этом трагедия украинского народа. И выборов никаких не будет. Будет смена генерал-губернатора, значит, нового штата, Соединенных Штатов Америки, Украины, территории Украины. То же самое в Литве нет выборов. Какие в Литве выборы? Там решает тоже Белый дом. Там уже давным-давно не секрет, что Прибалтика полностью под их контролем. Никто там людям ничего избирать не даст. Поэтому сегодня, на мой взгляд, им выборы не нужны. Сейчас. Пока. Часть, кстати, американской элиты хотела бы выборы убрать Зеленского, списать на него все и с новыми силами принять какое-то решение. Либо договорняк с Россией им надо все равно с кем-то, чтобы кто-то подписан. Значит, придет новый человек и скажет, Зеленский вот дурак, он не хотел никаких переговоров, а я вот готов вести какие-то переговоры с Российской Федерацией. То есть сегодня, на мой взгляд, просчитываются разные сценарии. И проводить выборы, и не проводить. Я пока не вижу предпосылок для каких-то выборов. Я думаю, что будет продолжена политика с этим режимом. Но сценарии эти есть. В аналитических центрах, в Госдепе, в Белом доме эти сценарии разрабатываются для того, чтобы в какой-то момент их внедрить. Но мы должны четко понимать, что это не решение украинского народа, не решение украинской власти. Их судьба сейчас там. Они зависят полностью. Даже если сегодня помощь прекратится, ни зарплат не будет, ни пенсии, ни поддержки, ни армии, ничего не будет без поддержки США. Министр финансов Соединенных Штатов открытым текстом говорит, Украина полностью зависит от помощи Соединенных Штатов. Полностью. Да. Что говорит. Ну и, наверное, могут себе позволить Штаты рекомендовать мобилизацию уже с 17 лет и до 70. Конечно. Они не просто будут рекомендовать, они прямую дают указания. Боритесь, покажите результат. Давайте, идите, погибайте. Всех мобилизовать. Уже с автобусов забирают. Не будут исполнять, их и ликвидируют. Мы же прекрасно понимаем, что завтра могут провести Соединенные Штаты спецоперацию, такое было уже в истории, ликвидировать верхушку киевскую, списать это на Россию, поставить новых людей. Зачем выборы? Есть и такой сценарий. Убрали, сделали его героем, он погиб, героички, памятник поставят где-нибудь в центре Киева, поставят нового и будут мстить. И такой сценарий возможен. Все сценарии сегодня рассматриваются. Поэтому Россия на мой взгляд, она не смотрит эти сценарии. Единственный путь для нее это достигать тех целей, которые они поставили в ходе СВО. Но при этом я хочу подчеркнуть, что Россия никогда не отказывалась и сейчас не отказывается от переговоров. Если будет субъект для этих переговоров, субъект, Россия сразу же их точнет. Потому что у России есть понимание и правильное понимание, как раз таки, кто не хочет войны в Европе, это мы. Нам война в Европе не нужна, мы тут живем. В отличие от американцев, которые живут за океаном. И в России, кстати, тоже скоро выборы. Вот-вот. Но я вам скажу, выборы в России для меня уже не интрига. И в Беларуси 25-й год не интрига. Значит, я как политик скажу вам честно, что меня больше всего беспокойство вызывает не 24-й и 25-й год. Я убежден, что если мы будем все делать правильно, это не значит, что надо расслабляться. Нет, ни в коем случае, поймите меня правильно, расслабляться нельзя. Потому что будут попытки терактов и в России, и в Беларуси. Они прекрасно понимают, что поддержки на выборов пятая колонна ни российская, ни белорусская никогда не получат. Рейтинг их в районе одного процента, даже меньше. Ни один уже здравомышленный человек их не поддерживает. Ставка на теракт, на срыв, на какую-то дестабилизацию. Это будет. Но наиболее сложные выборы и в России, и в Беларуси, на мой взгляд, это 30-й, 35-й год. Смена элит. Она неизбежна. Вот тогда риски. Вот об этом мы говорим сейчас и готовимся к этому. Опять важно, 24-й год, возвращаясь к нашему единому дню голосования. Кто будут люди в местных советах, в парламенте, которые будут решать судьбу страны? Как они будут ее решать? То же самое в России. А так, Путин выиграет выборы, я в этом не сомневаюсь, с огромным преимуществом от любых других кандидатов. Кандидаты будут, скорее всего, будут системные лидеры политических партий. Это нормально. Никакой пятой колонны на выборах в России не будет. В 25-м году даже сомнений нет. Мое мнение, как политика, я не вправе говорить за президента. Мое мнение, что президент должен баллотироваться в 25-м году на выборах. Убежден, что он получит абсолютное большинство поддержки народа. И почему я уверен, что он должен баллотироваться? Ситуация вокруг страны такова, что лидеры ни России, ни Беларуси не должны в этот момент, на мой взгляд, уходить со своих постов. По двум причинам. Первое, это огромная поддержка населения. А второе, это те риски и угрозы вокруг наших стран, которые есть. Это мое мнение, как политика. Что думает на этот счет президент, я не знаю. Но я, как лидер партии, считаю, что президент в 25-м году должен баллотироваться. Кто еще должен участвовать в президентских выборах в Беларуси? Надо уже заканчивать с этой практикой участие с улицы, пятой колонны и всех остальных. Есть, опять же, у нас системные политические силы, они должны участвовать в выборах, показывать свои партии, показывать свои программы. Вот мой прогноз на 2024-2025 год. Эти санкции Запада и борьба против Беларуси и России, они не учли наш менталитет. У нас во все времена вот такие трудные всегда было сплочение вокруг лидера. Да пусть историю учат. Помните, Сталин, репрессии, репрессии. Когда началась Великая Отечественная война, люди с тюрем выходили, которых репрессировали, брали оружие добровольно и шли на фронт. И сейчас происходит то же самое. Я езжу по Москве, встречаюсь с лидерами фракции Государственной Думы России. Они много спорят. И спорили особенно до всех этих событий. Сейчас они как один все стоят рядом с президентом. И говорят, мы по программам поспорим потом. И в Беларуси то же самое. Вот иногда вернусь к нашим партиям, говорят, партии там, вот они похожи, они все поддерживают президента. Вы что, не понимаете, что происходит сейчас? Что страну давят, хотят задавить санцами, уничтожить теракты у нас происходят, попытки. КГБ сражается, а мы тут устроим политическую говорильню и дебаты о ерунде. Мы подебатируем. Но сегодня мы все обязаны, все лидеры партии стоять рядом с президентом, который избрал народ. И по-другому не бывает. Вот сейчас, представляю, Великая Отечественная война, значит, Сталин, главнокомандующий, руководит, у них же тоже Верховный Совет, а там, Верховный Совет, там, фракции, и начали, значит, бурные споры. Куда Жукову наступать? Это бред. Споры должны быть, но понимание того, что происходит, и ответственности за судьбу страны должно быть в первую очередь, а потом все остальное. Вот тех мер, которые приняты уже в Беларуси по оздоровлению, наверное, в первую очередь, и укреплению, в том числе, государственных институтов за последнее время, на ваш взгляд, достаточно? Это прививка, вот я сравню, но прививку надо повторять. То есть, сегодня мы убрали пятую колонну, но пройдет 5-10 лет, кому-то захочется опять ее пустить, в либерализм поиграть, в плохом смысле этого слова, хотя слово либерализм хорошее, это его на Западе извратили. Мы должны помнить все, что происходило, никогда больше не забывать. Мы же поверили в 1991 году, что Запад добра желает, не надо нам экономику развивать, кто-то в России говорил, давайте все покупать, газ продаем, все покупаем. Нам говорили, продавайте вы эти предприятия, все в Германии купите, все в Австрии купите, в Италии, зачем вам это все надо? Сфера услуг и все, больше ничего. Колхозы зачем? Зачем сельское хозяйство? Развивайте, значит, парикмахерские, развивайте только IT-сферу и больше ничего. Мы же не пошли по этому пути. Президент отказался по этому пути идти. Что мы сегодня видим? Обманули. Не было бы сельского хозяйства, жрать бы было нечего сегодня ни в России, ни в Беларуси. Говорю грубо, но это правда. Уничтожены были бы промышленные предприятия, сегодня бы российский военпром работать не смог. Потому что, когда ввели санкции, очень многие позиции стали замещать беларусь, беларусь. и по чувствительным отраслям экономики России в том числе, потому что сохранили это все. Поэтому сегодня вот эта прививка должна остаться навсегда. Диалог, общение, мы всегда открыты. Но должно быть четкое понимание. Расчет на собственные силы. Я вижу, как сейчас встречаются президенты России и Беларуси, у них эта тема номер один. Они думают не о том, как эти санкции преодолеть. Я рад, что в конце 2023 года мы вообще о санкциях говорим. Ну, санкции. Мы говорим о будущем сегодня. Что будет через 5-10 лет? Какая экономика? Как мы сможем за это время создать современные производства, которые навсегда избавят нас от зависимости от Запада? Технологии, которых не хватает, мы заберем, что-то разработаем, что-то возьмем у Китая, что-то скопируем. Не надо этих слов бояться. СССР как развивался. Что-то не хватало, через месяц уже было. Значит, забрали, скопировали, сделали лучше. Надо так мыслить. И я вижу, что наши президенты смотрят в будущее. Еще вот один момент. Я все время возвращаюсь к встрече президента с лидерами партии, когда меня спрашивают личное впечатление. Я вижу, что президент страны очень много мыслей своих и времени уделяет будущему страны на 10-20 лет вперед. Не 7-минутный момент. Это крайне важно. Для меня, как политика, я вижу, что президент думает о будущем. Не просто думает, а принимает решения сегодня, исходя из того, что будет через 10-20-30 лет. Через 5 лет. Это очень важно. Это и есть залог стабильности, потому что наши лидеры, которые разваливали СССР, не думали о будущем. Они думали, вот демократию сейчас сделаем, сейчас перестройку проведем, и все будет хорошо. И все развалили, уничтожили. Вот это важно. Спасибо вам огромное за этот разговор, ну и удачи вам и вашей политической партии на предстоящий выбор. Спасибо. Мы готовы к кампании и будем себя показывать. СССР. СССР. Спасибо. СССР. Продолжение следует...